Ну что же, друзья, рад сообщить, что это наконец-то свершилось. У меня в коробке на столе лежит многозарядный, блочный арбалет Beer Hunter Mamba Aggregator. Что же такое Mamba? Mamba – это блочный, компактный арбалет-пистолет, который при этом обладает, ну, поистине феноменальной мощностью для своих размеров. На мой взгляд, это идеальный кандидат для того, чтобы начать стрелять из арбалетов. При всем при этом, при своих скромных размерах, мощность у него, ну, достаточно нескромная. И при большом желании с этим арбалетом можно даже сходить на охоту. Конечно, не на кабана, но какую-нибудь пушнину, я думаю, вы добудете без проблем. Я думаю, все вы знаете, что мой любимый арбалет – это именно Beer Hunter Mamba. Возможно, это синдром уточки, потому что это первый арбалет, с которым я познакомился от Beer Hunter. И с тех пор уже вышли другие арбалеты, но мне по-прежнему нравится именно Mamba. Потому что это маленький арбалет, потому что он при этом достаточно мощный. Ну, как-то вот, не знаю, роднее он мне, что ли. И поэтому я очень ждал вот эту вот версию. Наконец-то ее доделали. Это Mamba, многозарядная, такая же, как уже вышли Doom. Мини-агрегатор, такая же, как Хараон. И пришла очередь и к Mamba. Давайте распакуем и посмотрим, что лежит в коробочке. Коробка стандартная, все как обычно. Тут у нас лежит сам арбалет, инструкции и всякое такое. Поэтому давайте ее соберем. Пять стрел в комплекте. Рукоять. Ну и все. Пам-пам-пам. Так, давайте прикрутим стримя. Хотя, на самом деле, стримя на Mamba не то, чтобы сильно нужная штука. Потому что этот арбалет очень компактно взводить и руками просто. Тут все, как обычно. Передняя рукоять крепится на три винтика. Получается, что для того, чтобы собрать этот арбалет, нужно прикрутить всего две штуки. Цевье и рукояточку. Одна из прелестей этого арбалета, это, естественно, встроенный натяжитель. Вы просто не представляете, насколько это удобно. По сравнению с классическим натяжителем. И даже если взять какой-нибудь другой арбалет, который переламывается встроенный в арбалет натяжитель вот такого типа. Который за счет своей пылеспасной системы скидывает силу натяжения, до которого приходится тянуть. Ну, на самом деле, это красота. При этом у этого арбалета также есть и стримя. То есть, если вы много стреляете или, например, у вас не так много сил, вы можете упереть его в землю, натянуть и выстрелить. Ну, и благодаря этому натяжителю и стремени из этого арбалета, по факту, можно стрелять одной рукой. То есть, это многозарядный арбалет, в который вы сразу зарядили несколько стрел, и потом одной рукой вы можете стрелять. Для некоторых людей, наверное, это будет важно. Хотя, с другой стороны, как бы вам также никто не мешает купить для него приклад. Он спокойно продается, вы его прикручиваете, и вот у вас, бац, арбалет-пистолет превращается в просто, просто арбалет. Большой, удобный, прикладистый, и, что самое главное, это, ну, в корне меняет ваш экспириенс, ваше ощущение от стрельбы. Сразу становится все точнее, сразу стрелы летят кучнее, и у вас ощущения от стрельбы тоже сразу, моментально становятся другими. Советую попробовать, даже если у вас простая мамба есть, попробуйте приделать туда, или купить в Бирхантере, или сами как-нибудь приделать. В принципе, там это можно сделать, приклад. Уверен, вы в этом скажете мне спасибо. Я тут достал свою мамбу для сравнения, просто вот моя, вот она новенькая, и попробуйте найдите 5 отличий. На самом деле их нет, при том нет даже ни одного. И при этом, если на арбалете Doom пришлось добавлять специальные крепления спереди для магазина, то обратите внимание, на мамбе, на арбалете, который вышел уже, сколько он, 4 года назад, да, вышел, уже были вот эти вот крепления. Мне кажется, тогда еще даже кобры не было, когда инженеры Бирхантера продумывали всю эту систему, и они уже тогда знали, что вот здесь будет стоять магазин. Но на самом деле, если приглядеться, то отличия все-таки найдутся, и отличия тут кроются в планках и в тетиве. Тетива тут отличается, по сути, только обмоткой. Ее сделали другой, более похожей на... Я даже не знаю, на какую нить, но это нет, это больше похожую на хало. Я, честно говоря, простите, давно уже не слежу за вот этими тенденциями, что там в нитках у нас появилось и какие они там есть. Но, в общем-то, если раньше она была такой мягкой, то сейчас она стала чуть-чуть пожестче, что теоретически должно положительно сказаться на времени жизни данной тетивы. Ну и второе отличие это планки. Они здесь идут чуть-чуть потолще, чем, собственно, на обычной мамбе. Это я со своим сравнивать не буду, потому что у меня стоят усиленные уже плечи, не родные, не те, которые идут из коробки. Но вот эти вот чуть-чуть потолще. Что же такая заблочная система и для чего она нужна? Арбалеты, в принципе, бывают двух видов. Ну, конечно, там сейчас появляются еще какие-то другие. Но в основном это два вида. Это блочные и, соответственно, рекурсивные. Рекурсивные это вот классические арбалеты, у которых идет одна дуга и тетива. Вы натягиваете арбалеты, эта дуга сгибается, запасает энергию. Ну и, в общем-то, по классике. Как лук, только, соответственно, на арбалете. Есть блочная система. Блочная система отличается от рекурсивной. Ну, внешне, я думаю, видно это вот, во-первых, блоки, вот эти вот колесики. Во-вторых, тросы. То есть, дополнительные какие-то веревки непонятные. Блочная система, она тоже бывает разная. Бывает вот такая. Бывает, где там тросы перекрещиваются. Бывает, где тросы раздваиваются. Так или иначе, все это различные модификации блочной системы. Тут у нас тросы не перекрещиваются. Каждый по своей стороне. Это плюс, потому что у нас тросы не трутся друг об друга. За счет этого энергии тратится меньше. То есть, арбалет быстрее. Да и плюсом к тому же, для того, чтобы тросы перекрестить между собой, нужно их как-то между собой связать. А между блоками находится направляющая, где стрела лежит. Поэтому тросы эти отводят вниз. Это создает перекос при натяжении. Потому что, короче, эта система очень хорошая. Просто, просто поверьте мне, когда трос идет каждый по своей стороне, это хорошо. Но в чем главный-то прикол блоков? Главный прикол блочной системы в том, что при натяжении, когда вы арбалет взводите, в конце, сила натяжения падает. И казалось бы, что это нужно только луку. Но нет, на самом деле, на арбалете это тоже вещь полезная. Потому что, чем больше нагрузка на спусковой крючок, на замок точнее, тем сложнее нажимать на спусковой крючок. То есть, вот сила вот этого нажатия для выстрела, она тоже зависит от того, какая нагрузка висит на замке. Из-за того, что блочная система эту нагрузку скидывает, на спусковой крючок, на блочных арбалетах, всегда нажимать проще, чем на тех же рекурсивных. Но и это еще не все. Благодаря тому, что из-за блоков плечи становятся короче, и за счет того, что стрела разгоняется постепенно, ну вот, понимаете, на рекурсиве у нас силы натяжения, чем сильнее мы натягиваем, тем она как бы больше растет. Притом она вот так вот по параболе у нас... Гиперболе. Параболе, гиперболе. Также блочная система эффективнее просто свою энергию передает стреле, потому что разгоняет ее не так резко. Рекурсивный арбалет, когда мы натягиваем, у нас силы натяжения растет вот так в геометрической прогрессии. Чем дальше мы натягиваем, тем у нас больше энергии запасается, Поэтому, когда мы нажимаем на спуск, вся эта энергия с пика начинает толкать стрелу. И в конце получается уже тетива просто не толкает стрелу, потому что основная энергия тетива передала стреле в самом начале. И в конце, ну, она там просто старается не отстать от стрелы, но уже практически никак ее не ускоряет. В то время как блочная система работает наоборот. У нас, поскольку вот как мы натягиваем, да, то есть сначала идет пик, потом идет сброс. Точно так же и стрела разгоняется. Сначала она слабенько толкается, а потом уже в конце ускоряется максимально сильно. И в конечном счете это позволяет разогнать стрелу больше при той же сильном тяжении. При этом разница реально огромная. То есть там раза в два блочные арбалеты эффективнее работают, чем рекурсивные. Полтора-два раза. Далее идет рукоятка. Ну, рукоятка тут, собственно, стандартная для арбалета UberHunter. Она анатомическая, она удобная, держает комфортно. Для моей руки она комфортная, но при этом чувствуется, что для руки побольше, у меня, ну, достаточно скромная так рука, для руки побольше, наверное, будет даже еще и поудобнее. Для руки поменьше, ну, тоже, потому что она вот здесь достаточно узкая, внизу она чуть-чуть расширяется. Короче, я думаю, что если вы человек с обычной человеческой рукой, то рукояти вам будет точно удобной. По крайней мере, дискомфортно, что вот не могу ее взять или там как-то дойти до спускового крючка у вас точно не будет. Это направляющая, блоки, стремя, в общем-то, все силовое выполнено из металла, все остальное выполнено из пластика. Вообще, пластик, мне кажется, это отличный материал, потому что про рукоятки у нас был отдельный выпуск, там я, собственно, и рассказал основные преимущества пластика. Он легкий, он теплый и он достаточно прочный. Давайте сравним его еще вот с этим красавчиком, посмотрите. Это Doom mini-агрегатор, тоже многозарядный. И, вау, я точно могу сказать, что тут провели некую доработку. И пружинка, которая прижимает стрелы в магазинец, теперь стоит гораздо сильнее. Ну, очевидно, это нужно для того, чтобы стрелы еще более стабильно выпадали на направляющую. Хотя, вроде, из Doom'а все было ок. Так вот, смотря на эти два арбалета, можно сказать, что магазины у них одинаковые. Замки, как я уже говорил в предыдущем видео, тоже одинаковые. А отличаются все-таки магазины немножечко к креплению спереди. Смотрите, на агрегаторе спереди нет колодки, поэтому нет расширения, куда можно просто прикрутить магазин. Да, и пришлось в направляющую делать выступы, за которые этот магазин цепляется. А вот в Mambi, как я уже сказал, изначально были отверстия, поэтому тут просто все прикручивается. Но магазины все-таки немножечко отличаются, то есть они не взаимозаменяемы, и об этом следует знать. Теперь, что касается дротиков. Дротики тут свои, фирмишные, так сказать. Но, к сожалению, на многозарядных арбалетах от этого никуда не деться. Потому что, если арбалет многозарядный, то боеприпас должен быть стандартизирован. Потому что, если он будет не стандартизирован, то он будет, хрен пойми, как вылетать, ну, будет ли он как раз-таки выпадать на направляющий, это вопрос. А тут в арбалетах это важно. Потому что, если стрела не выпадет, то арбалет выстрелит в холостую без стрелы, а арбалет в холостую без стрелы как бы стрелять не может. Точнее, может, но мало, потому что вся энергия идет обратно в арбалет, и он от этого ломается. Поэтому дротики тут стандартные, но, наверное, оно и хорошо, потому что по опыту работы в магазине могу сказать, что часто все накупят разных стрел и не стреляют. И вот спрашивают, а почему все летит одно в одну сторону, другое в другую. Здесь стоит планка вивера, на которую вы можете поставить любой прицел, который вам заблагорассудится. Ну, наверное, на такой арбалет не имеет особого смысла ставить оптику, но, мне кажется, коллиматор, коллиматорный прицел будет в самый раз. Спереди идет вот такая вот рукоять, она выгибается вперед, посередине и на себя. Она не фиксируется жестко, но тут есть таких вот она, бац, вот в этом положении она больше уже никак не загнется. Тут тоже она идет, идет, и потом она так, бац, и защелкивается. Ну, понятно, что вот ее при желании можно сдвинуть, но вот такая вот промежуточная позиция тут есть. В основном вот так вот стреляешь, либо эту рукоятку можно поменять на такой же вивер, как тут. Тут планки есть в наличии на сайте Бирхантера, заходите или прям вместе с арбалетом заказывайте сразу, что я вам советую делать. И тогда вы сможете сюда поставить свою любую рукоять, которая будет вам удобна. Ну, и, собственно, не только рукоять сюда можно будет поставить, а все остальное там. ЛЦУ, фонарик и всякое такое. Что касается мощности, тут мощности как бы дофига. Я вам даже, конечно, кто я такой, что подговариваю сейчас покупать сразу усиленные планки, но лучше к нему не покупать усиленные планки, потому что попробуйте так. Попробуйте так, я думаю, что вам хватит. Он достаточно мощный, при этом он не то, что прям какой-то супер мощный, поэтому его как бы девушка и любой человек может взвести. Ну, и ощущение, что это какой-то игрушечный арбалетик при стрельбе как бы у стреляющего тоже не возникнет. Магазин вмещает 5 стрел, 5 стрел идут в комплекте, но стрел я как бы советую тут вам докупить. Давайте попробуем его взвести. Ну, и в чем плюс этого натяжителя? Помимо того, что он позволяет взвести арбалет, он точно так же позволяет и, наоборот, разрядить арбалет. Вот, например, я сейчас дома, мне стрелять некуда, да, поэтому я беру вот так вот, взвел, вам показал, после этого нажимаю на кнопочку, натягиваю натяжитель. И стреляю. И вот тут, соответственно, я думаю, вы услышали еще одну особенность этого арбалета. На нем есть некое подобие кликера. То есть у нас тут замок срабатывает не сразу, а есть такой некий дополнительный щелчок, который идет перед выстрелом. Во время стрельбы арбалет показал себя превосходно. Тут нет частей, которые болтаются, люфтяты или что-то такое. Даже несмотря на то, что тут планка вивера, на которой будет крепиться прицел, находится сверху. То есть у нас есть замок, на него прикручена планка вот эта вот, ну, то есть это часть магазина, да. Но поскольку при натяжении у нас ничего не двигается из этого, и пластик сам по себе тоже прям хороший, то вот как его не тряси, ничего нигде не болтается. Поэтому в точности тоже никаких вопросов с этим арбалетом у вас не возникнет. Ну, в целом, кто не видел, посмотрите, на этом канале есть обзор про арбалет Мамбо. Вот все, что я там сказал про этот арбалет, оно справедливо и для этого. То есть он дарит точно такие же клевые ощущения. Единственное, что стал чуть-чуть помощнее. И теперь может стрелять по нескольку стрел практически за раз. Единственное, что вам только надо его взводить. А в остальном он все может делать сам. Он маленький, он относительно недорогой. Он легкий, он универсальный. К нему можно также прикрепить приклад, как я это делал к своей Мамбе, и превратить пистолет уже в полноценный арбалет. Это надежный арбалет, потому что он прошел проверку временем. Повторюсь, обычная Мамба является топом продаж. И у меня есть большие подозрения, что этот арбалет повторит его судьбу. Если мы говорим про развлекалово, то среди всех арбалетов, прям вообще всех, мне кажется, это самый-самый офигенный вариант. Если мы говорим про охоту, то, наверное, все-таки это не самый лучший вариант. У Берхантера есть куча других арбалетов, которые гораздо лучше Мамбы подходят на роль охотничьего. Однако, как я уже сказал, магазин у них одинаковый. Сюда также можно поставить стрелы с бродхедом. То есть, в целом, как вариант для дачи, когда можно и по мишеньке пострелять, и по птице пострелять, не дай бог дом защитить в случае чего, тоже этот арбалет вполне себе сгодится. Потому что, как я уже убедился на своей шкуре, у арбалетов-пистолетов есть одно большое преимущество. Они стреляют тоненькими дротиками. И у них проникающая просто охренеть какая. То есть, при такой же скорости вылета стрелы, как и у большого арбалета, соответственно, этот дротик весит меньше. То есть, энергии у него по факту меньше. Но, за счет того, что он тоньше, проникающая у него гораздо выше. То есть, где-то арбалет-пистолеты выигрывают по проникающей у больших, полноценных, так сказать, арбалетов. Поэтому, сами смотрите, главное понять, для чего вам нужен арбалет. А я думаю, что вот этот арбалет будет новеньким бестселлером. Так что, переходите по ссылке в описании, заказывайте, покупайте, арбалеты уже доступны. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok